Безнравственно говорю тебе, здрасте, так и небо и щедро возможно кого-то любить. За свою небольшую писательскую карьеру Кириллу Зарубину удалось создать с десяток небольших произведений. Это не только стихи, но и рассказы о деревенских ребятах, природе, городских пейзажах. Темы моих рассказов это вот то, что я считаю наиболее важным. В основном, конечно, они очень завуалированные и непонятные, даже мне иногда непонятные, но все же мои темы не пустословны. То, что Оренбуржье богато литературными талантами, точно знают в Москве. Главный редактор столичного издательства теперь вот сам приехал, чтобы лично познакомиться с местными писательскими светилами. Я приехал посоветоваться и поучиться у оренбургских коллег тому, как работать с детьми и как усилиями детей и их педагогов возвращать в Россию ту великую литературу, которую, чего греха таить за последнюю четверть века, мы утратили. До перестройки спрос на детскую литературу был очень высоким. Интересных книг тотально не хватало. Они очень быстро разбирались. А в поисках утоления читательского голода взрослые записывали детей в библиотеке. В советскую эпоху издательская индустрия стремительно развивалась. Если до 91-го года ежегодно выпускалось около 200 книг разных наименований, то на стоящее время издательства делают лишь 20 книжек. Вот так некогда самая читающая страна в мире превратилась в нечитающую. Вообще не читаешь? А почему? В книжный магазин только за тем, что в школе задали. Последние годы Татьяна Ларионова бизнес строит за счет в основном учебной литературы. Хотя немного поклонников есть и у художественной. После пятого класса вот такие, да, любят всяких монстров, там, ужастики. И иностранных писателей. Это наши как-то не очень пользуются популярностью. Сейчас многие издательства, чтобы привлечь интерес к детской литературе, готовы идти на разные ухищрения. Порой содержание некоторых книг заставляет краснеть даже взрослых. Вот, например, некто Савелий Низовский рассказывает детям, как легко и просто глава государства может сложить полномочия и уйти в девочки. Или вот пособие, обучающее малышей, как отправить в рай ежа. Такие сомнительные опусы, по мнению Льва Пирогова, уйдут, если удастся вернуться к нашим изначальным ценностям. Ведь человек, читающий высокую художественную литературу, способный образно мыслить, наверняка очень хороший специалист в любой сфере. А изменить мышление столичный гость намерят с помощью юных писателей через детский журнал для взрослых. Для детей позитивный взгляд на вещи естественен. Поэтому я думаю, что сейчас мы должны начать учиться у детей. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время.